нет там принципе не такие сильные карты кейв сюда наверно 16 мора оскутит уворачиваюсь здорово ребят сегодня хочу показать вам одну из интереснейших колод этого дополнения это тони друид друид на вот этой вот легендарной карте естественно с самых лучшей легендаркой как вы нарекали в свое время да но она заиграла тем не менее и в агро друиде каком-то и вот в таком рам друиде это топ легенд друид собственно это сборка игрока который сидит в топ 50 вот чем он отличается например от той сборки который показывал плагиат и любые другие блогеры конечно все они друг от друга как-то различаются но суть в том то что тут лежат два адвоката у пробы они очень часто вас сэйвят потому что например тот же баф паладин да то есть у него есть пушка какая-то и он с помощью этой пушки собственно и может забафать ну существо а вы тем самым накладываете на ее сайланс также второй эффект с комбинацией с отвязным метролистом полностью чистит стол противника так еще и вам дает достаточно большое существо то есть даже если отвязный метролист например кого-то не убивает то есть у него допустим будет 4 хп а у отвязного метролиста будет 3 атаки он все равно будет снова атаковать и перестанет атаковать когда он умрет но так как он будет под неуязвимостью он защищает полностью весь стол естественно если например сыграть тюремщик а потом сыграть отвязного метролиста то будет тот же самый эффект то есть например если у вас много армора и вы ставите сначала нубрикана потом там порядке того и против вас играет колда который есть мазочистки ненаправленные например как блат дк с душек радом вы сначала ставите тони то есть меняетесь колодами с противником потом уже их уничтожаете для того чтобы он не мог например с одного душу кран это сделать вот и собственно уничтожить полностью ваш стол и вернуть себя колоду если вы играете против например каких-нибудь паладинов шаманов а магов то вы сначала уничтожаете свой колду даете ее противнику вот и все ну там роги то есть короче но я думаю вы понимаете к чему я веду то есть опять же тюремщик не засейвит вас от какой-то потасовки не засейвит вас от круга верхней пустоты не засейвит вас от души крада от водового рота жреца кстати тоже не засейвит поэтому нужно быть аккуратным и смотреть по матчапу естественно тут лежат 2 улучшения билки потому что ну это просто им очень сильно это помогает вам добавить помогает вам получить армораб какой-то потому что чтобы сыграть например тюремщика и тони вам нужно 15 мора но абрикан дает только 8 то есть соответственно вам нужно до этого еще настакать для этого лежат тут подземные короли собственно ваши обилки лежат два буйных хвоста почему потому что если вы например играете против контроля на третий ход можно сыграть буйный рот на следующий ход уже секрет например летние 10 цветов с финалом сразу же так вы удешевите свои карты и возможно сможете проиграть комбинацию раньше либо дар природы опять же в добор или в ману но снова хотите всегда его играть в ману потому что для добора есть буйные росты которые потом конвертируются в этот 0 и который набирает вам карту и агрессивная реклама перемену и вводные облики которые тоже добирают карту короче в колоде очень много всякого добора а тут не лежат луна и затмение который например лежат у сборки плагиата поскольку тут вместо этого есть глубокая рана и опять же отвязанный металлист который будет чистить вес стол вместо того чтобы чистить одно существо что можно сказать по заменам вряд ли вы сможете тут какую-то легендарку заменить поскольку это все комбинация вот звуках малеклыка можно убрать из колоты но тогда у вас останется один единственный вин кондишн то есть если вы например играете против опять же какой-то агроты то есть например разбойницы или опять же кого-то мага у паладина есть вот эти двойки которые делают этот существ один-один поэтому как бы не особо приятно но в общем колот у которых нет опять же карты которая говорит там вы уничтожает какое-то существо вы сможете просто разогнать зока под анубриканом подземным королем обилкой до того что у вас там эти свины будут 538 и я такое уже делал это вполне себе реально для этой карты даже когда то есть у вас нет тюремщика это не вы все равно сможете победить такую партию ну давайте поча и так попались мы на наш наверное главный худший матч-ап и чел играет кстати на рыцаре смерти и не его зовут за альянс интересно ладно у нас есть это возможно но я так полагаю что это было дека да это было дека 13 давай покажи мне идеально просто для того чтобы я вот записывал геймплей и у меня в карте как были одни лузы потому что я уже все же со второго ранга до пятого так долетел пока пытался записать очевидно что это один ты у нас есть и coin то есть мы на следующий ход можем сыграть через coin культиватора ну идеальный заход у чела я думала следующий ход мы просто через coin сыграем буйный рост именно через coin это важно у нас будет получается 4 маны потом и потом через зазрение мы сыграем летние дитя цветов она наверняка ему сильная карточка нас не сильно напрягает пока что он господи да что ж такое что ж так много существ оставишь ладно мы с вами 45 у нас все хорошо ну давай с натиском шестерку пойдет на самом-то деле такое конечно ну с другой сыграл мы сможем сыграть буйный рост на следующий ход он будет 6 маны и потом мы сможем сыграть отвязанного металлиста типа сделать обилка нужно сто процентов вы так играть а ты еще всех разменяешь туда у нас тут наклевывается другой тогда ход посмотрим что из тебя пойдет пожалуйста не озарение хорошо зверя возьмем лично у нас кстати очень много каких-то жирных карт главное чтобы ну сейчас будем это долгий будет матч я вас уверяю главное чтоб час коим-нибудь лоскутик просто не вышел не сломал мне всю камбу а ты една раскопал пони пришел насколько карт 8 нужно из играть тебя нужно я на хочу добраться подземный король это хорошо сможем за армора подца если что это цель золоскутика то есть цель золоскутика которая нас устраивает либо зок либо ну 50 даже нет 3 к 5 шанс того то что он спутик не убьет ничего полезного ей ты делаешься тем лучше это просто подземный король нас еще под если он вдруг поставить какой-нибудь сильный ствол типа мы сможем с помощью анвоката упроба кей хорошо он ищет лоскутика он прям перебирает всю колоду тут главное чтобы нам прямо сейчас конечно не зайдет кей ты прям не лицо ходишь заморозить он пришел тюремщик нам правда на прямо сейчас это хватает и у нас есть еще что из окну к давай к давай ка мы доберем сводного облика себе какую-нибудь карту на подземного короля мы играем обилку играем у дубрикана сначала ставим тони там принципе не такие сильные карты девятый ход комбо таких заходов у вас будет мало я вас уверяю нас сейчас просто топ декнуть ну что такая партия давайте еще так после прошлой игры нам снова закидывают короля леща мне кажется этот король лещ будет мстить у него уже будут и лоскутики и все это возможно вообще фроз дк нет все таки лад дк ну да конечно прошлый заход как бы ну это жесть вообще полная такого такое случится очень редко потому что ну блин там все карты просто идеально все звезды просто на ваще идеально просто зашло все ну не знаю может быть в этом начинам тоже все хорошо зайдет потому что пока что он не составит вообще ничего не поставил 1 3 даже на первых вот это что король лич тоже чем король лич или второго не ставили черенка как король лич лич может не ставить число на первый ход 13 даже так ну мы тут просто пока армора по им ся как-никак обилка уже даже круче чем у воина а кстати интересно если в теории воина ну то есть как бы воин возьмет и так у него сколько карт 8 тут буйный рост я не буду играть почему потому что потому что блин мне тогда софа капится давай мы сделаем так разменяться или ударить в лицо дать ему карту дай думал почему нет потому что в любом случае нас еще вот у нас забьется через летний диет цветов а сейчас ему нужно сто процентов это картинку выбирать или наталки выбрали так вот и не заход там как будто ну да ей или и анимация сейчас проиграется там вот это бесконечная анимация добора карт которая с каждой картой ускоряется оп-оп-оп-оп ну да просто у меня 7 карту на сделал вот так отвязный металлист это хорошо тюремщик это хорошо чего-то не на экстер а на следующий ход я так полагаю то что там сейчас не будет каких-то сильных карт можем просто сыграть дар природы можем кейки типа разменяешься на 4 обилка или грима турк здесь вот я думаю мы сыграем прямо сейчас дар природы очень два кристалла маны сыграем будет у вас на из 6 ход у друида 10 кристаллов маны я считаю честно у нас дико котов не пришло пока что у нас два подземных короля в руки в принципе в принципе все очень даже круто отсюда мы доверяем либо буйный рост либо озарение либо дар природы все из этого нас устраивает даже озарение на следующий ход я так полагаю мы играем подземного короля пуса белку ну посмотрим еще что с водного облика придет и в идеале конечно табликнуть судью утробы или как он там 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 называется за 2 маны неузимы сдает и помощью почистить его стол суббота тут тоже хорош чтобы дек блин тони а я его никак потом не доберу да еще без вариантов у меня сколько там 18 карт ну давай наверно возьмем сыграем вот так я думаю это будет правильный ход мы сможем если что тони с еще одного водяного облика добрать а так полностью зачистить стол поставим восемь десять но если что есть агрессивная реклама у нас есть культиватор то есть мы в любом случае как-то будем добираться да он там в конце колоды но опять же водяной облик есть еще один другое дело если бы это был последний водяной облик она бы наверное эту не брал сколько для комбы потому что просто вот сейчас мы не как асфиксия да и сейчас мы никак не сможем провернуть комбу просто по причине того то что у вас не так много армора то есть даже если нам сейчас зайдет какой-нибудь анубрикан мы не сможем и провернуть а так как бы если мы его брали много сейчас гармоничного металла а блин он зашел даже так анубрикан но эта игра пытается меня обмануть потому что на самом-то деле там маны бы не хватало в любом случае потому что блин такая проблема в том что если мы не чистили стол то он постоянно этот армор нам снимал владыка редко как-то будет стол прямо наполнять наполнять кей сюда наверное да ну да да 16 мора воскутит уворачиваюсь ну вот да собственно я вам об этом говорил то что этот будет стить мне сто процентов ну бывает этот матч скорее всего проиграли но тем не менее у нас есть зоксах малярык ну вот и все да как вовремя как вовремя дам а тут и уже неважно на самом деле мы проиграли так следующая игра я немножко словил лустрич против палатинов которые меня убивали на шестой ход ну как бы такие дела такое бывает я думаю я оставлю агрессивную рекламу потому что может прийти и заверенность 2 1 с умиротворенного трубача вот но тем не менее какие-то веселые игры вам точно сегодня покажу но палатинов думаю не включать почему потому что ну там просто у чела идеальные заходы очень сложно против них выиграть очень сложно против них выиграть отлично приходит свободный дух и мы сейчас берем зверя и желательно это не свободный дух нет свободный дух окей но зато мы на следующий ход сможем поставить два свободного духа и будем просто армора под сопротив роки это главное чтобы на плане канула хотя какая-то может быть урока кроме мира по уроке правильно правильно вот тут должна быть пикчер с этой уршиной обилкой воина и типа это армора вот этот действительно армора против паладинов на самом-то деле эта колода играет достаточно хорошо только если не похоже ну прям какой-то вообще просто поехавший голдфиш типа мне показали двух вон когда жаберов что это пират рога это пират рога вот чего-чего такого матча бы я точно не ожидал встретить я говорил то что какая-то может быть рогу кроме мира по ну вот я показывал вам пирата твар рогу но я там не играл вот этой штукой может это просто какая-то другая сборка я конечно не знаю даже сейчас зайду вот прямо открываться на хс или плей и посмотрю разбойник реально есть пират рога она очень дешевая достаточно может мы попались на нее ну я думаю мы тут сыграем тебя получим 100 процентного диска кота уничтожим эту штуку и получит плюс 5 кормору господа это сильно вот пирата тварога она конечно побольше в плане в плане стоит а это такая бюджетная дэчка так ух ты я просто собрал фулл золотую колоду типа из пиратов или что так ну тут мы точно играем диска кота получаем плюс 2 кота размениваем одного из них и вроде как у нас все просто супер отлично пока что идет потому что она не показала нам рыба меча она не показала нам пока что ничего такого суперсильного будет очень неприятно правда если она сейчас поставит вооруженного посыльного 25 пирата да это вот именно вот это пиратрога интересно сейчас просто зашел прямо так сказать прямом эфире посмотрел а ты фейс рейсишь интересно ну я просто меняюсь вот так я просто делаю вот так я набираю две картонки у меня будет лично есть глубокая рана что она точно поможет одобряем еще две карты почему нет получаем озарение это круто потому что мы если что сможем через озарение и монетку сыграть например отвязанного металлиста ну на него вот как раз таки у нас есть ответ в виде глубокой раны так она отберет так ну тут мы сыграем что получается там как раз вот эта штука которая сыграем так сыграем буйный рост эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Добрать, ну там 100% дабыть плюс к атаке, потому что пираты, блин, почти. И веселый лодшер, окей, хорошо. Ну и фейс просто все. Что тут думать? Кровь и золото, вот кровь и золото это плохо, но мы не сможем веселого лодшера добрать. Поэтому я думаю, что сейчас идеальный момент для того, чтобы сыграть озарение коина, безданного металлиста. И там приходит подземный король, то есть теперь мы можем через, например, коинт сыграть его плюс обилку, это дает нам больше армора. Я думаю, что в принципе, в принципе, и какое-то существо, ну хотя это тоже существо, но я думаю, мы можем тут чуть-чуть потерпеть, потому что нам дает просто вероятное разбить лицом или разбить им. Я хочу, я хочу разбить им, для того, чтобы поменьше, чтобы у меня вообще не осталось вариантов как-то меня залетали цеплнить, поскольку, ну это как бы, как бы, пиратрога, у него очень много всего, в плане... Ух ты, вау, 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 вау. Ну и вот, да, и вот сейчас мы сможем через озарение, как бы, ну, зачистить полностью стол, когда у него осталась одна карта в руке, я думаю, он просто сдастся. Водяной облик нет смысла сейчас играть, потому что мы еще не знаем, какой ответ нам может понадобиться, то есть, условно говоря, вдруг он сейчас спасает какое-то сильное существо... Ну, хотя, какое там сильное существо может быть, он, скорее всего, проиграл просто эту партию, потому что... Ух ты! Я, на самом-то деле, хочу, знаете, что сделать? Я, как бы, понимаю то, что, ну, я сто процентов тут выиграл, поэтому я просто поставлю анубрикана, просто поставлю тюремщика, даже бестония, типа... И... Просто, чтобы комба была! Вот такая у нас такая небольшая интересная колодка у нас получилась, ссылочка на код колоды в описании, желаю вам на ней приятных игр, всего хорошего, а также посмотрите другие ролики по подсказке, ну, а я желаю вам хороших заходов, таких, как мы сегодня повернулись в Бландыка, ну, вот, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok